Всем привет! С вами Нильфгорн, это игра TerraTech, продолжаем играть. И в последней серии я закончил на том, что я не нашел фулл-минни-ингот. То есть мне нужно было сделать фулл-минни-ингот, и я не знал из чего он делается. И давайте покажу. Он делается из кристаллов, которые выпадают вот из этого ресурса, но выпадают не всегда. Вот, выпал, мне повезло в принципе. То есть вот такой вот он, вот этот синенький кристальчик. Ну что, выйдет панель. Вот, reddit.or. То есть мне нужен он, и сначала нужна перерабатывающая система, и мы ее запихиваем туда. У нас получается вот такая вот капелька. Radius Capsule. Потом мы берем вот это вот. Да, обрабатыватель. И вот здесь вот, в принципе, я уже делал. Можно посмотреть рецепт. Вот, Radius Capsule и плюмбы-ингот. Получается фулл-минни-ингот. То есть берем, сейчас попробуем зацепить. Оп, нет, не то. Это выбрасываем. Это тоже выбрасываем. Мнем-нем-нем-нем-нем. Так, что-то никто оторвал. Ха-ха-ха. Ну вот это вот, ну как сказать, неудобно, честно говоря. Но я понял, почему это неудобно. Потому что у меня просто неправильно собран механизм. Делаем, ну, соединяем два предмета. Получается фулл-минни-ингот. Все отлично, теперь берем слотовый фабрикатор, давайте посмотрим, так вот, не забывайте, что если вот эта панель открылась при радаре, то вы не сможете ничего сделать. Вот, то есть мне, да, именно слотовый фабрикатор нужен, так, ну что ты, ну что ты, вот честно, я вот эти моменты не понимаю, почему он сейчас не захотел вставать, переносим его сюда, так, берем, берем еще один такой вот металлический, Так, где я вот сейчас вот забрал этот куб, ага, вот здесь, вроде бы, так, я не вижу, нифига, вот так вот, так, вот это, честно говоря, прям проблема ловли предметов у меня сейчас, ну ладно, это будем исправить, запихиваем, па-бам, батарея получилась, Я уже немножечко себе сделал батареи побольше, чтобы, ну, просто они были, и сейчас мы проверим один, как бы это, так, а где? Я точно не терял этот предмет, где моя солнечная батарея? О боже мой, я не вижу, либо я ее где-то закопал там внутри, либо я ее как-то потерял, по каким-то причинам, может быть, она как-нибудь взорвалась, а, нет, все, нашел, вот солнечная батарея, я же помню, что она была, так, давайте возьмем солнечную батарею, поставим ее, возьмем вот эту батарею, поставим ее здесь, Она, да, начала заряжаться, все отлично, и нам нужен еще один предмет, если я его сейчас найду у себя здесь Это будет замечательно, вот, вот нашел, нашел, вот такой вот предмет нужен Вот, такой вот, как бы, шарик с двумя такими обмотками Это беспроводной модуль, дистанционно передает электроэнергию из генераторов или заряженных аккумуляторов в заряженные, а, заряженный аккумулятор на других машинах То есть, по планам, если я сейчас подключу вот сюда этот генератор, ну, вот это устройство, оно начнет передавать Начнет передавать энергию мне на машину И такой вариант мне еще предложили, давайте посмотрим Та-дам Та-да-да-да-да-да-да Та-да-да-да-да А теперь Вся Суть Вот этой мысли То есть Это мне подсказали Честно не помню Ник Мне подсказал То есть в комментариях Он мне написал Создать Кучу солнечных батарей Ну штуку побольше Поставить вот так же Генератор И поставить щит Который будет синий Чтобы защищать Вот это устройство И все. И мне базу можно прям строить, то есть исключительно ездить транспортом, собирать ресурсы. Это очень выгодно, поэтому мы сегодня займемся крафтом солнечных батарей. Так что давайте я сейчас посмотрю, как они крафтятся, из чего и приступим. Так, я посмотрел, и для этого нужно басония ингот, фулмени ингот и террария ингот. В принципе, все это у меня должно быть. Пробуем собирать. Так, во-первых, да что ж такое. Террария ингот, понятно, то есть нужно металлический и желтый материал. У меня этого всего просто в большом количестве. Только единственное, что надо это все поймать. Так, есть. Не то поймал. Ну не надо, не уезжай, не уезжай. Крафт довольно-таки будет немножко муторный, в том плане, что видите, как у меня все неудобно сделано. Что-то какой-то титан, он просто прыгучий. Так, не то. Под музыку еще такую, я это делаю просто вообще шикардосно. Ну что ж такое-то. Я боюсь вот так вот собирать, потому что, сами понимаете, я могу взять что-нибудь, как вот сейчас, к примеру, не то. Вот, взяли. Так, смотрим, что у нас получилось. У нас получилось не то, потому что я не туда это все запихивал. Так. Но, смотрите, даже сейчас это все можно исправить. К примеру, вот таким вот способом мы можем взять. Нет. Значит, он работает исключительно от такой вот... Как-то так, что ли? Хм. Забавно. То есть, переработчик работает исключительно на... Работает исключительно на той системе, чтобы... Ну, как сказать... Когда в конвейере появляется что-то, что можно переработать, только тогда он перерабатывает. Это... Это неправильно, мне кажется. Так. Фабрикатор. Да, я не туда запихивал вот эти блоки. Так. Берем сюда. Еще раз металлический блок. Ну... Так. Довольно-таки муторно получается. Так, есть. Ну, что такое? Ну, что тебе? Не терпится умереть, что ли? Я не понимаю, а? Зараза. Так. Все, это готово. Этот ресурс у меня есть. Так, берем... Фуллмэнни ингот у меня есть. Так, берем тройную. Берем сюда фуллмэнни ингот. Берем сюда... Вот... Тетрадид. И бассони ингот нужен. Но бассони делается у нас из... Также из... У меня нет этого ресурса. Он делается из зеленых кристаллов. Блин. Ладно, не страшно, в принципе. Собираем весь завод... Обратно. Устанавливаем все обратно, 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 обратно. Так. И едем искать кристаллы. Нужные мне и... Собственно говоря, попробуем скрафтить. Скоро вернусь. Так, я нашел зеленые кристаллы. Давайте разложимся здесь, потому что... Это как бы... Ну, не знаю, как вам... То есть, понятно, у всех свои предпочтения, свои желания. Там, каждый любит одно, другой любит третье, там, и тому подобное. Но лично для меня это всегда было интересно. Вот именно здесь собирать какие-то вот заводы. Именно это очень интересно сделано. И, на мой взгляд, очень... Ну, как сказать... Как раз-таки оно и должно вот быть интересно. Так, все, зеленые кристаллы есть. Я некоторые даже вот буду собирать исключительно здесь. Так. И нужны металлические кристаллы. Во-первых, давайте вот сюда вот заложим. Посмотрим, что это у нас фабрикатор. Как раз-таки... Как раз-таки нужные вещи мне. Здесь он будет делать не то. Так, мне нужно... В общем, мне нужно вот... Сюда, значит, кристалл. И сюда вот эту вот штучку. Так. Получаем нужный. Отлично. Так, теперь мы должны фулмени... Поймать... Не то... А, черт... Это то? Фулмени ингот. Отлично. Вот это у нас что? Фундерия. Нет, мне террария нужна. Посмотрим, вот это у нас что? Фулмени тоже не то. Не то. Ой. Ой, оторвал что-то не то. В общем, в следующей серии я уже переделаю точно завод. Потому что можно же просто... Есть специальные, как бы, устройства, которые просто держат... Держат предметы, в которых... Ну, они не двигаются, в общем. Нету конвейера. И это как раз-таки специальные такие устройства для перевозки. И в них как раз-таки и нужно это все делать, а не как у меня сделано. Ну ладно. Я и хотел сделать же передвигающуюся базу. Так, и террария. Все, последний блок. Еще одна солнечная батарея. Добавляем ее сюда. Энергии должно быть больше сразу. Но, смотрите, странно, да, что... В данном случае... Энергия-то вроде бы идет, но батареи не заряжаются, я вот смотрю. Может быть, батареи надо как-то отдельные держать, то есть... И на каком это расстоянии делается. Просто, если это, конечно, не на большом расстоянии делается, то, в принципе, это, конечно, не... Получается не очень интересно, потому что... Ну, сами, наверное, понимаете, что, как бы, хотелось бы, чтобы это все было на таком огромном расстоянии. Так, мне это вот сюда, это сюда. Здесь получается вот так вот, так, так, так. Теперь нужно такой же... Такой же и... Нет, это дерево... Не поймал. Ать, есть. Так, не то. Так, не то. Вот. Еще одну батарею попробуем сделать. Посмотрим, сколько, в принципе, батареи нужно для того, чтобы... Обеспечить мне... Хороший прирост энергии. Ну вот, смотрите, три батареи уже... По крайней мере, они держат уровень этих всех щитов. Понятно. Еще больше нужно. Без проблем. Без проблем. Главное, чтобы хватило ресурсов. Так. Кристалл не тот и не туда пытаюсь засунуть. Конечно, да. Я теперь понимаю. То есть мне нужно просто грузовые отсеки делать, а базу отдельно иметь, то есть с щитами, со всеми такими делами, чтобы быть обеспеченным стабильной базой. Так. Оп. Есть. Зацепили. Вот так вот. Как-то получается эффективно. Так. Так, это у нас что? У нас бассония. Так. И теперь фулмения нужен. Вот. Каплю есть. Каплю есть. Не получается ухватить. Есть металлический блок. Ухватили. Так. Ну ставь все, что ты. И не туда. Еще одна батарея. Так. Давайте нормально ее поставим. Не забывайте, что каждая запись вот этих, ну, запись этих всех устройств... То есть, нет. То есть все рецепты, которые вы крафтите, это они все записываются. То есть, ну вот здесь вот записываются в этих устройствах. И там они появляются. Потом вам не нужно будет никуда не лазить, ни в какие вики, чтобы смотреть и определяться. Ну все. Вот 4 батареи теперь заполняют мои... Мои батареи видно медленно, но заполняют. Вопрос теперь расстояния. Вопрос расстояния. И насколько это далеко может делаться. Ну вот, похоже, и все. Вот он и предел. То есть, больше нет. Тогда это как-то, честно говоря, не очень. Потому что я-то думал, это на любом расстоянии может быть. А получается так, что это... Очень маленькое расстояние. Притом вообще... Вот, только вот так вот подъехать можно. Но с другой стороны, мы можем сделать же очень много батареи. Мы можем прям вообще дофигища батарей сделать. То есть штук 20 вставить. Но и то это, мне кажется, энергии слишком быстро тратится. Хотя, знаете, если с другой стороны посмотреть, есть два варианта. Можно же создать транспорт, как вот у меня, к примеру. То есть такой, который будет сам собирать ресурсы, сам их перерабатывать. В том плане топлива. А можно же другие транспорты создать. Транспорт, допустим, добычи. То есть будет исключительно много батарей. У него много щитов. Он быстро поехал, быстро набрал свои грузовые отсеки, материалы и быстро привез его. И где-нибудь сложил. То есть какое-нибудь, может быть, даже хранение можно какое-то сделать. Ну, скорее всего, можно какой-нибудь. Потому что так же на базе поставить такие же блоки, которые будут держать ресурсы. И можно перекидывать, в принципе. Как вариант. То есть такую стационарную станцию делать. Эти батареи у меня только вот... Только две батареи пока что зарядили, и все вроде бы. И больше не хотят. Или они каждую батарею должны... Каждые батареи так подсоединиться должны. В общем, как-то так... Я понимаю, что идеально все не может быть. То есть, понятное дело, что... Всегда должны какие-то недостатки быть. Или какие-то плюсы. Это понятно. В этом сложности есть игры, но... Жалко, что нет такой вот какой-то стационарной прям вот... Не стационарной, а какой-то передвижной такой базы, Которая бы еще бы вообще просто независимо была... Ну, ни от чего, так сказать. То есть, можно было бы на земле построить базу. В следующей серии я уже буду делать стационарную базу. То есть, буду делать дополнительные устройства, Которые, может быть, будут ездить и собирать... Какие-нибудь, не знаю... Дополнительные ресурсы. Посмотрим. Будем пытаться настраивать... АИ-модули вот эти вот. То есть, пытаться собирать дополнительных соратников моих. Может быть, два, может быть, три, а может быть, побольше. И посмотрим, вообще, есть ли предел. То есть, интересно же, мы армию! Армию монстров таких вот наделаем. Ну, это как бы, понятно, сложно, но все равно. Попробуем. Может быть, переделаем какие-нибудь машинки. То есть, может быть, я другие машинки сделал. Грузовые или что-нибудь в этом роде. В принципе, даже это можно сделать с грузовой, Потому что у меня задний отсек такой есть. Так что, много всего, чего можно сделать. Это уже будет в следующей серии. Так что, если вам понравилось, то ставьте лайки. И 80 лайков, и вам обеспечена следующая серия. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока!